Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. С мужчиной очень сложные отношения, пишите вы. Ну вот если говорить непосредственно про, именно про сложность отношений, то я бы наверное сказал в первую очередь, что вы здесь как будто бы выделяете именно сами отношения, но не личность человека. То есть вам бы надо бы в первую очередь обратить внимание здесь на личность человека, а не на ваши отношения с ним. Потому что там где есть отношения, там как это непродактально, там личности нет. Ну вот, то есть очень часто на мой взгляд получается такая история, когда люди вот очень сильно как бы, ну, беспокоятся. Об отношениях, вот, своих, да. Но при этом, при том что они беспокоятся очень сильно за, ну, за свои отношения. При этом эти люди, ну, вот вообще какое-то прям, прямо катастрофически маленькое внимание, да, уделяются именно личности, друг друга. Вот, и на мой взгляд такой путь, да, он, ну, не ведет вообще никуда, абсолютно. Вот, и как бы, на мой взгляд это нужно корректировать. Потому что, ну, вам вот просто здесь нужно немножко переориентироваться. Немножко, да, на личность человека, вот, а не на, собственно, сами отношения, которые у вас, ну, может быть, вот не совсем, как бы, хорошие, да. И так далее. Вот, что, в принципе, вполне реально. Ну, вот. Дальше. Мы долгое время ругаемся, пишите вы. Ну, здесь я бы предложил вам поисследовать психологическую игру «Скандал». Вот. То есть, ну, я бы предложил вам эту тему, вот, собственно, поисследовать. Для чего? Чтобы вы увидели, чтобы вы постарались увидеть, а истыки того, если вы ругаете. Вот. Зачастую, да, люди хотят ругаться, вот, и зачастую люди, в общем-то, делают, делают, ну, делают всё для того, чтобы ругаться. Вот. К, ну, к большому моему, к большому моему, к большому моему, к большому моему, к сожалению. Вот. Дальше идём. Ник Rather term мы не приходим, он меня не слышит и не хочет слышит. Ну, вот, я бы, конечно, здесь как-то вот спросил бы вас, слышите ли вы себя, да, то есть мне кажется, что если вы не слышите себя, например, то, соответственно, вас вряд ли будет слышать, ну, другой человек, вот, поэтому очень важно понять, о чем же вы вообще, вот, собственно, говорить, да, то есть важно увидеть, что вы, грубо говоря, пытаетесь донести, ну, до человека, например. Вот это, мне кажется, очень-очень важный момент, вот здесь. То есть вас не слышат, это, безусловно, очень печально и грустно, вот, но мне кажется, что нужно вам в первую очередь все-таки постараться слышать себя, вот. Дальше. Идем. Значит, знаю и осознаю, что сама виновата в том, что произошло, упрекала его, уничтала, критиковала, он сбежал от этого, закрылся от меня. Ну, одна из причин, которым люди в сердце, это, в общем-то, как раз является чувство вины, то есть ничего хорошего, ничего хорошего, но, как бы, вот, чувство вины, да, не построить. Поэтому винить вам себя я бы предложил предстать, потому что ни к чему, ни к чему вы не придете, вот. А увидите, каким образом вы пришли к тому, чтобы, вот, ну, по сути, переносить на человека вот то, что вас беспокоит, да, это вот очень, как мне кажется, важный момент. Поэтому очень важно вам на это обратить свое внимание. Так что, понимаете, да? Дальше. Значит, есть общий ребенок, даже по поводу ребенка мы не можем по-хорошему договориться, то есть он совсем не хочет со мной об этом рассказать. Не совсем, в данном случае, вообще, понятно, о чем. как бы, с вами не хотят говорить, ну, по крайней мере, я, вот, не очень, в данном случае, понимаю все, о чем конкретно с вами не хотят говорить, потому что, в принципе, ребенок, он не должен страдать, если у вас есть, вот, такие трудности, если у вас есть проблемы с взаимодействием, проблемы с взаимодействием с вашим мужем, или это просто мужчина, вот, не мужем, если есть такие трудности, то, на мой взгляд, имеет смысл здесь разбираться, потому что ребенок, он, как бы, ну, не должен, на мой взгляд, страдать, я надеюсь, что вы, так же, с этим согласитесь, точно, очень на это надеюсь, вот, понимаете, да? Большое. Идем. Следующий. Следующий аспект. Я люблю его, и хочу быть с ним, но осознаю, что нужно заниматься собой, чтобы все стало в лучшую сторону. Это правда, вам, вам действительно нужно, нужно работать, ну, вам действительно нужно заниматься собой, вот, но есть один нюанс, как мне кажется, да, есть один нюанс, как мне кажется, как мне видится. Связан этот нюанс со следующим. Вы это можете сделать только через психотерапию. Вы это, ну, это реально сделать в общем, в общем-то, только через психотерапевтическую сторону. Вы не сделаете этого, скорее всего, сами. Вот. Поэтому я бы хотел, чтобы вы, вот, на это обратили бы свое внимание, вот, потому что момент этот достаточно важный. Вот. Дальше. Так, у нас много обид друг на друг на друг. Ну, я бы, наверное, не стал говорить. Ну, первоначально, да, я не стал бы говорить. Про обиди. Ваше. Я бы больше, наверное, именно ваши общие обиди, я бы не стал говорить, а я бы больше, наверное, обратил внимание, непосредственно, именно на, ну, на вас, на ваши обиды. И, в первую очередь, поработал бы именно с вашими обидами, собственно. Вот. А не с обидами которых, вот, которые вы обобщаетесь. То есть, как бы, вот, ну, давайте, вот, попробуем, да, просто скажем, 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 ну, выделить именно ваши обиды конкретно. Вот именно конкретно просто ваши обиды. Вот. На мой взгляд, это очень, очень, очень важно. Вот. Если вы хотите себе разобраться. Понимаете, да? Больше. Больше. Так, у нас, он не хочет быть со мной из-за выяснения отношений. Ну, а здесь вопрос, как мне, как мне кажется, да, здесь вопрос, вопрос, такой больше. А, чего вы сами хотите, как бы. То есть, эм, есть вопрос, вопрос-то про вас. Вот. Есть вопрос про то, чего вы хотите сами. Вот. То есть, вы хотите быть, допустим. Но, что это за, условно говоря, чувство, что вы хотите быть. Хочется быть, чтобы что. Вы говорите, например, вот, что, ну, вот, что вы его любите, вы говорите, да, к примеру. Вот это хорошо. Это супер. Если вы, если, если, вы, ну, человека любите, это прекрасно. Вот. Ну, так вот, давайте попробуем этот момент поискедовать. Вот. Попробуем этот момент поискедовать и выяснить, а, ну, как бы, например, что у вас за число, мужчины. К мужчины, да. Ну, вот. Что вы подразумеваете под любовь, любовь, например. А, может быть, то, что вы называете любовью, да, любовью не совсем является. Вот. То есть, это тоже есть тут такой, как мне кажется, аспект. Вот. Дальше. Что такое обида? Обида – это определенные ожидания. Вот. Обида – это перекладывание на человека ответственность. Вот. То есть, ну, или на самом деле вы, как бы, ну, приложили ответственность на человека за... то, что происходит с вами, к примеру. Вот. Понимаете, да? Это очень... Но, мой взгляд, важный момент. Вот. Вот. Такой аспект. Здесь можно выделить. По крайней мере. Дальше. Я... Так. Значит, я знаю, что не нужно выяснять отношения, но он меня провоцирует. Вот. Вы перекладываете ответственность. Здесь себя на него. То есть, вы... Вы же, по факту, да, позволяете ему, получается, себя провоцировать, как бы, да? Вот. Это очень важный момент. То, что вы позволяете почему-то. Вот. У человека, вот, получается... Эм... Значит... Наверное, у человека, получается, как-то вас занят. Видимо. Тоже очень... Мой... Мой взгляд... Эм... Такой... Тонкий момент. Чтобы вы сами, вот... На это обратили внимание. Дальше. Он хороший человек, но... Тоже, как я, перешёл в грани. Ну, тут, опять же, вы прикладываете ответственность. На него уже, как, у вас есть к нему претенды. Я хочу сохранить отношения. Пишите вы. Ну, про отношения. Я, в принципе, уже говорил. вот смысла особо повторять это не вижу, просто вот напомню вам, да, что я говорил про отношения. Ну, у меня не получается, он не хочет, но любые отношения можно карманицировать, если расходить хотя бы навыки неконфликтного общения. Дальше. Бывает, так, я осознаю, что нужно предоставить его приказ, осознать отношения, осознаю, что нужно оставить его покой, бывают статусы, которые я не готов, и с этого сами начинаются. Ну, так, вам нужно работать над собой, то это работа, знаете, это работа над собой, как бы, как бы, вот, и, соответственно, если вы над собой работать не будете, то ничего, я боюсь, не получится. Вот, поэтому тут, как бы, то есть такой достаточно важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. то есть, почему вы думаете, что у вас, вот, ну, почему вы думаете, что у вас получится? То есть, как бы, нет, у вас не получится, если вы не будете на собой работать, то есть, после этого вам нужна психотерапия. А, так, пока что получается, что есть определенная выгода в том, что вы делаете. Дело в том, что вы делаете. То есть, вторичная выгода от конфликтов. А, что мы не делаете на соотношение младельство, вообще, вот мы не послушаем, вот. Возможно, конечно, а что мы тут делаем, мы начать работу над собой, по большому счету. Вот. И для начала ответить, хотя бы. Хотя бы. Ответить на... Вопрос, который я... Ну, который я задал, хотя бы. Вот. Что-то очень... Очень важно. Вот. Как. Ну, как мне, по крайней мере, кажется. Вот. Понимаете, да? Вот. Бальше. Возможно ли в прошлом? Да. Возможно. Безусловно. 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 Вот, всё, всё, как бы, возможно, вот, а, как бы, а, главное, что если вы, ну, условно говоря, будете в этом направлении работать, ну, работать, вот, я бы сказал так, вот, вот, понимаю, понимаю, да, да, о чём идёт речь, вот, дальше, обращайтесь за помощью, не задерживайте там и что-то, чем дальше вы, ну, условно говоря, ждёте время, да, тем больше, тем сложнее будет отношение сохранить, да, это ни в коем случае не от, а, как бы, угрозы, да, не пытаюсь напугать их, вот, просто вот, ну, как, как правило это, ну, как правило это работает, вот, таким образом, как правило, это, вот, надеюсь, вам, в принципе, ну, понятно, вот, ну, там, всё, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, вам это было полезно, вот, буду вам, буду вам благодарен за обратную связь, по-моему, ответу, да, позволит вам начать работу над собой, а, желаю вам, всего, самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.